В этот раз начну с хорошей новости, тем более что таковыми дайджест не часто радует своих зрителей. В результате долгих поисков наконец-то найден действенный способ победить взяточничество в рядах правоохранительных органов. В памятке по противодействию коррупции для сотрудников МВД чудесным образом обнаружились цитаты из Библии, Корана и Торы. Фразы из священных книг, надо полагать, должны продемонстрировать силовикам, какое наказание уготовано в той или иной религии тем, кто решит брать мзду. Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Это Библия. Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени, а это уже наставление пророка Мухаммеда. Не извращай закона и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых. Так говорит Тора. Правда, тут не совсем понятно, как поступать сотруднику органов в том случае, если он, например, буддист или последователь Джозефа Смита. Где соответствующие цитаты про взятки из буддийских текстов или книги Мормона? А что насчет индуизма, между прочим, третьей по численности религии и прочих учений и культов? Пока что не ясно, помогают ли религиозные наставления в борьбе со взяточничеством в рядах МВД. Но одно ясно точно. Для русской православной церкви впору придумывать особый духовный способ, который позволит одолеть стремление некоторых батюшек к быстрому, но далеко не всегда законному обогащению. В середине 2000-х конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина получило контракт на строительство в Венесуэле двух заводов по производству автоматов Калашникова и патронов калибра 7,62 мм. И все бы ничего, но строительство сильно затянулось, хотя производство планировали запустить еще в 2009-м. В прошлом году суд признал генерального директора строительного управления, которое допустило огромное количество брака, недоработок и, собственно, затягивания сроков, виновным в хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство заводов. Уголовное дело завели и на гендиректора конструкторского бюро. И что самое интересное, в схеме по выводу денег через фирмы-однодневки оказалась замешанная Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, с которой вначале заключили договор подряда, а затем расторгли. После этого, согласно показаниям бывшего финансового директора строительного управления, на основании писем из епархии подрядчик в качестве возврата средств перечислил деньги на счета более 50 фирм, не имевших никакого отношения к строительству, но являвшихся контрагентами Екатеринбургской епархии. Но не думайте, что обнародование этих сведений застало врасплох церковное руководство. В епархии заявили, что документы, касающиеся строительства оружейных заводов в Венесуэле, у них не сохранились. В реестрах договоров епархии с 2011 года информация о заключении договоров с упомянутыми организациями отсутствует, сообщили в церковном округе. Документация предыдущего периода, приходящегося на период управления другого руководителя епархии, отсутствует, поскольку, согласно законодательству о бухгалтерском учете и архивном деле, срок хранения всех договоров и документов за указанный период истек. Так что с Божьей помощью дело закрыто. Не забудьте взять свечку в храме и положить в ящик строго фиксированное пожертвование. И раз уж мы заговорили про Екатеринбург, то не будем торопиться покинуть столицу Урала. История так называемых екатеринбургских останков – отличный пример того, как наука в очередной раз поставила веру на место. Церковь долго сопротивлялась и делает это до сих пор, утверждая, что останки из Ганиной ямы – подлинные мощи бывшей царской семьи, расстрелянной в 1918 году. Ученые, в свою очередь, убеждали и все еще убеждают служителей культа в обратном, оперируя не верой, а историческими данными и генетической экспертизой. Последнее подтвердило, что останками Романовых на самом деле являются кости, обнаруженные в 1991 году в урочище поросенков лог, расположенном в нескольких километрах от Ганиной ямы, а также в 2007 году у старой Коптяковской дороги. У заброшенных шахт чекисты лишь потрошили одежду расстрелянных и изымали ценности, но не хоронили тела. В 1998 году в результате проведенных в районе Ганиной ямы раскопок были обнаружены кости, позже идентифицированные как останки коров и коз. Правда, этот факт нисколько не помешал церкви объявить шахту номер семь, в которую чекисты сначала сбросили тела расстрелянных, а затем достали и захоронили в поросенковом логе, местом последнего упокоения Романовых, а заодно воздвигнуть там целый монастырский комплекс. Не последнюю роль в принятии такого решения, полагаю, сыграло то обстоятельство, что на обнаруженных в шахте останках присутствуют следы расчленения. Это в принципе легко объяснимо, раз это кости животных. Что идеально вписывалось в версию о ритуальном убийстве, которую разделяют не только монархические настроенные маргиналы или маргинально настроенные монархисты, но и служители культа. В июле 2018 года экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, в очередной раз подтвердила подлинность екатеринбургских останков. Это значит, что все надежды на веру не оправдались, и теперь церковь пытается сделать хорошую мину при плохой игре, стараясь оказаться поближе к поросенкову логу в тот момент, когда она наконец-то признает екатеринбургские останки. Первый шаг уже сделан. Екатеринбургская епархия попросила передать ей в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности территорию поросенкового лога. Независимо от того, какими будут результаты исследования останков, обнаруженных в поросенковом логе, однозначно речь идет о жертвах красного террора. Церковь с ее вековыми традициями и уникальным опытом увековечения памяти способна, как никто другой, сохранить мемориальное место, связанное с памятью всех неправедно убиенных, пояснили в православной епархии. Не имею ни малейшего представления, что после признания останков из поросенкового лога подлинными, а это рано или поздно произойдет, РПЦ будет говорить верующим, которые все эти годы принимали за останки Романовых кости животных. Например, в 1950 году в стену брюссельского храма праведного Иова Многострадального были торжественно вмурованы кости, найденные в 1919 году в Ганиной яме следователем по особо важным делам Николаем Соколовым и принятые за останки семьи Романовых. Хотя нельзя исключать вероятность того, что православная церковь просто смотрит в будущее и уже просчитывает, какие доходы будут приносить храмовый комплекс Ганиной яме, который само собой никуда не исчезнет, а также новое место паломничества. Последнее абсолютно уверен, рано или поздно появится по благословению патриарха, нынешнего или будущего, на территории урочища поросенков Лог. А верующие, все эти годы поклонявшиеся костям косы коров, вот проблема-то, как будто в первый раз. Когда большевики устраивали публичные ревизии церковных мощей, в раках со святыми реликвиями нередко вместо или вместе с человеческими костями находили останки животных. Думаю, событиям, произошедшим в 1918 году в Екатеринбурге, можно посвятить отдельно выпуск из цикла «Это правда». Пишите в комментариях, будет ли вам интересно узнать настоящую историю расстрела Романовых без церковно-монархических мифов и заблуждений. А мы продолжаем. Русская православная церковь идет в наступление, вновь пытаясь диктовать населению свое видение приемлемого и неприемлемого в искусстве. Сразу предупреждаю, что в деле замешаны православные батюшки-блогеры, для которых не так давно в церкви выпустили инструкцию, как правильно вести богоугодные поп-блоги. Как раз один такой православный блогер, священник Святослав Шевченко из Благовещенска, недалее как в начале этого года призывавший подумать о введении в России смертной казни за терроризм, коррупцию и педофилию, возмутился новым клипом певицы Светланы Лободы, который, по его мнению, является развратным. Чтобы аргументы были более убедительными, служитель культа отыскал в ролике пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и начал свой крестовый поход против непотребного искусства. Насколько мне известно, Светлана Лобода и прочие исполнители, творчество которых не очень нравится бородатым мужчинам в платьях, возомнившим себя властителями дум лишь на том основании, что они знают наизусть сборник сказок для евреев, не диктует этим самим божьим людям, как и что нужно петь в стенах церкви. А значит, едва ли у батюшек есть право так сильно возбуждаться, в прямом и переносном смысле, на клип певицы, чтобы требовать его запрета. Реальность такова, что отныне блогеры с крестом на шее ищут поводы оскорбиться, отслеживают активность в интернете, а также новые тренды отечественного шоу-бизнеса, для определения которого у меня язык не поворачивается использовать слово искусство. Но как бы там ни было, ситуация намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. И дело вовсе не в том, что конкретный православный служитель культа выразил свое недовольство конкретным клипам конкретной певицы. Кто-то, не очень ценящий творчество Светланы Лободы, возможно, даже одобрит действия священника Шевченко. Но вот что вы будете говорить тогда, когда завтра этот же батюшка или какой-то другой, не суть важно, начнет требовать запрета концерта вашей любимой группы или исполнителя, опять-таки ссылаясь на то, что это выступление, как он считает, представляет сплошной разврат и бездуховность. Это явно плохая затея, если служители культа вдруг возомнят себя великими критиками и начнут решать за людей, что им полезно смотреть, слушать и читать, а что никакой пользы не приносит, и должно быть запрещено. Ну и где же та самая пресловутая духовность в искусстве, спросите вы? Этот вопрос меня тоже волнует, и думаю, я нашел на него ответ. Идем мы в смирный бой за честь одной страны, объяты города по рогам паутиной, вперед, вперед, Россия верны, если не... Семинаристы, луны готов приказ, Семинаристы зовет отчизна нас, И сотни тысяч парней против лукавых Елисей за веру правую идут на бой. И сотни тысяч парней против лукавых Елисей за веру правую идут на бой. Узнай, отец и мать, узнай, жена подруга, Узнай, родной, пребуды, вся моя родня, Что проповедь сильна и слава нескудна, Что веру мы несем, родим мы ей края. Семинаристы, луны готов приказ, Семинаристы зовет отчизна нас, И сотни тысяч парней против лукавых Елисей за веру правую идут на бой. Придет победа, черт, придет конец походу, Вернемся мы под сень Тобольского Кремля. Семинаристы, луны готов приказ, Семинаристы зовет отчизна нас, И сотни тысяч парней против лукавых Елисей за веру правую идут на бой. И сотни тысяч парней против лукавых Елисей за веру правую идут на бой. Практически отгремел скандал с растлением детей служителями культа в Австралии. В мае этого года 67-летний архиепископ Филипп Эдвард Уилсон был признан виновным в сокрытии в 1971 году случая сексуального насилия над 10-летним ребенком. В настоящий момент идет судебное разбирательство в отношении кардинала Джорджа Пелла, бывшего архиепископа Сиднея, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними и замалчивании случаев педофилии в церкви. Напомню, в начале 2017 года католическая церковь Австралии выплатила жертвам педофилов в рясах 276 миллионов австралийских долларов. Тогда же стало известно о том, что к растлениям несовершеннолетних были причастны 7% священников католической церкви страны. Кроме того, согласно данным Королевской комиссии по расследованию случаев педофилии, от действий святых отцов из англиканской церкви в период с 1980 по 2015 годы в Австралии пострадали более тысячи человек. Теперь эстафету христианской любви к детям приняли служители культа из США. В Пенсильвании большая коллегия присяжных опубликовала доклад о сексуальном насилии над детьми со стороны священников католической церкви. Авторы пришли к выводу, что с 50-х годов прошлого века более 300 священников были так или иначе замешаны в педофилии, а от действий божьих людей по самым скромным подсчетам пострадали не менее тысячи человек. При этом церковное руководство всеми возможными способами старалось замять скандалы и скрывало случаи педофилии, в первую очередь защищая авторитет религиозной организации, и часто просто переводило провинившихся служителей культа в другие приходы. В докладе, в частности, приводится история мальчика, которого служители церкви разделили догола и в таком виде заставили позировать в образе Христа. В это время божьи люди фотографировали ребенка на полароид. Из показаний жертв известно, что святые отцы давали детям золотые нательные крестики, таким образом отмечая тех, кто подвергся насилию. Из трех сотен фигурантов дела под суд пойдут в лучшем случае только двое. Все остальные предполагаемые насильники либо уже мертвы, либо у их преступления истек срок давности. Рассмотрение дела по существу запланировано на сентябрь этого года. Полагаю, католической церкви сейчас нужно потуже затянуть пояса и начать скрести по сусекам в поисках средств, которые пойдут на выплаты компенсации жертвам педофилов в рясах. Достопримечательностью нашего храма является то, что под престолом алтаря находится крипта, в которой гробница и в ней почивает святой, чье имя мы не знаем. Много чудес от него, он слышит молитвы людей и люди обращаются, но имя пока неизвестно. Многие старцы перед тем, как приехать сюда, видели видение святого, но он закрывал лицо. Пусть Господь хранит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова